Чем только не удивляла выставка. Насосные установки, гидравлическая рука, учебные станки и даже интерактивные игры. Каждый проект оценивало жюри, в состав которого вошли технологи и механики градообразующих предприятий «Березняков». Все работы хороши. Было много интересных работ, технически сложных. По бюджету были достаточно серьезные работы. Выставка работ, как и в прошлом году, была организована в заочном формате. То есть судьи знакомились с фото- и видеопрезентациями предложенных изобретений. Эта непростая работа заняла целый день, ведь студенты представили 53 проекта. Имена победителей объявили на торжественной церемонии. Лидером выставки «Берполитех-2022» стал студент Березняковского политехнического техникума Руслан Шакиров. Он представил интерактивную игру по улицам родного города. Ну а спецприз от «Ависма» получили Эдуард Нейгум и Александр Ковязин. Ребята создали действующую модель винтового шнека. Мы просто придумали спонтанно, как-то это получилось. Мы знали, что использовали конвейеры ленточные, но шнековые конвейеры еще никто не делал. Мы решили первопроходцами быть. В работе студенты использовали подручные материалы – канализационные трубы, жестяные банки и крупу. У нас смонтирован привод, не знаю из чего, может из стиральной машины. Была ременная передача, и в нее засыпали гречку, а она высыпалась с другой стороны. Организаторы «Берполитеха» отмечают, для ребят участие в таких выставках – отличная возможность продемонстрировать свои таланты. Ну а для промышленников подобные конкурсы – важная часть профориентационной работы.